Всем привет! Меня зовут Павел Курдюмов. Добро пожаловать на канал Hearts Labs. Ни для кого не секрет, что в последнее время мы активно развиваем наш YouTube-канал и мы вводим новую рубрику «Обзор выставок». И первая выставка, на которой мы сделаем обзор – Formnext 2021. Выставка Formnext – это ведущая мировая выставка и конференция по аддитивному производству и интеллектуальному промышленному производству следующего поколения. Данная выставка демонстрирует сложный многогранный мир аддитивного производства во всем диапазоне используемых материалов – от полимеров до металла, а также на каждом этапе современного промышленного производства вплоть до серийного производства. Данная выставка проводится ежегодно в Германии и в городе Франкфурт. Наша компания является ежегодным участником данной выставки и в этом году мы бы хотели отметить для вас несколько интересных направлений развития аддитивных технологий. В первую очередь – это печать металла. Выставка Formnext показала, что печать металла – это очень перспективное направление развития аддитивных технологий. Существует достаточно большое количество различных типов принтеров, которые позволяют печатать металла. Это и SLS-технология, и технология DET. И, в частности, многие из таких технологий были представлены на выставке Formnext. Некоторые из них нашли новое развитие за счет использования более новых материалов. В частности, печать медью с помощью лазера, светящего в инфракрасном спектре. Компания Juul продемонстрировала технологию, позволяющую печатать металлами, в том числе кобальтом и цирком. Компания Safina продемонстрировала технологию, позволяющую печатать различными медными сплавами. Компания Nidec Machine Tool Corporation продемонстрировала принтер, работающий по технологии DET для печати крупноформатных металлических изделий. Принтер, работающий по однологичной технологии, был представлен компанией ADDAP. Предназначен он не только для создания новых изделий, но и для ремонта уже существующих. Например, для наращивания поверхности на крыльчатках самолетов. Помимо этого, компания ADDAP познакомила нас с принтером, работающим по технологии PBF. Это сплавление меди с помощью лазера, светящего в инфракрасном излучении. Помимо этого, они продемонстрировали, что можно и совмещать эти две технологии, создавать модель изначально по технологии PBF, а в дальнейшем наносить уже другой сплав по технологии DET. Такое комплексное решение позволяет получить требуемые свойства от получаемого изделия. Следующее, о чем бы я хотел рассказать, это автоматизация производства. 3D-печать на данный момент используется не только для быстрого прототипирования, но и для мелкосерийного производства, что накладывает с точки зрения автоматизации производства некоторые обязательства. Для этого, в первую очередь, разрабатываются различные системы, в том числе комбайны для постобработки изделий. Многие из вас знают о том, что существует комплексное решение для настольной фотополимерной печати, которые позволяют и промывать изделия, и прогревать, и дозасвечивать. Аналогичная ситуация происходит и на рынке с селективным лазерным испеканием. В частности, компания Dimension продемонстрировала комбайн по постобработке изделий после селективного лазерного испекания, который позволяет удалить порошок из внутренней структуры изделий и обработать поверхность. Также компания Enesco продемонстрировала шкаф для постобработки изделий, но уже для ручной, механической обработки, который оснащен всем необходимым оборудованием для удаления порошка и обработки поверхности получаемых изделий. Следующий раздел также относится к автоматизации производства, а именно касается он роботизированных механизмов, позволяющих транспортировать либо обрабатывать изделия после печати. В частности, применение роботизированных рук. Они закрывают несколько задач с точки зрения оптимизации производства и автоматизации производства. В первую очередь, это транспортировка изделий. Фактически, роботизированные руки могут снимать изделия с печатной платформы и перемещать на дальнейшую постобработку. Помимо этого, для технологий селективного лазерного испекания, особенно когда мы говорим о высокоточных изделий, для них требуется механическая обработка. Роботизированные руки могут оснащаться фрезами для обработки некоторых поверхностей печатаемых изделий для получения максимально точных прецизионных изделий. Наша компания занимается разработкой и производством фотополимеров для различных 3D принтеров. И мы бы особо хотели отметить развитие микропечати на DLP принтерах с длиной волны 365 нм. Большая часть существующих фотополимерных принтеров, по крайней мере настольных, работают с длиной волны 405 нм. Профессиональные решения, профессиональные DLP принтеры работают с длиной волны 385 нм, что дает большую точность и фактически большую эффективность таких принтеров. На текущий момент такие компании, как Autumn 3D, Stratasys, Micraft, Karima продемонстрировали DLP принтеры, работающие с длиной волны 365 нм, что дает нам еще большую эффективность и большую точность печати. Очень надеемся на развитие этой технологии, в том числе и на нашем рынке. Следующая технология также относится к фотополимерной печати, а именно технология PolyJet или так называемая MGR. На выставке Formnext она была представлена следующими компаниями, такими как Stratasys, Mimaki, Altano и другими. Помимо новых технологий мы бы хотели с вами поговорить и о тенденциях на данном рынке. И одна из таких тенденций это ускорение процесса аддитивного производства. Я думаю всем известно, что существуют аналоговые способы получения тех же пластиковых изделий, например, изготовление их на термопласт-автоматах. И, к сожалению, на текущий момент фотополимерная печать не может конкурировать с таким оборудованием. При этом на сегодняшний день многие компании-производители фотополимерных принтеров совершенствуют технологии, используют новое оборудование для оптимизации процесса печати. Один из простейших примеров — компания Anikubic анонсировала выпуск нового DLP принтера в бюджетном сегменте, что сделало точную фотополимерную печать еще доступнее. Также компания HP на выставке Formnex 2021 продемонстрировала свой полиамидный SLS принтер. Его также можно отнести к достаточно быстрым в своем классе. Следующий раздел посвящен 3D-сканированию. Существует два основных способа, как получить 3D-модель. Первый — это создать ее самостоятельно, промерить либо существующую модель с помощью штангенциркуля, и искусственно ее создать в CAD-CAM-программах, либо отсканировать уже существующее изделие разными способами его обработать и получить фактически функциональную модель, которую можно в дальнейшем отпечатать. На выставке Formnex 2021 также были представлены самые современные 3D-сканеры — как ручные беспроводные, так и промышленные установки. Особенно хотелось бы отметить сканер от компании Artec 3D — это ручной беспроводный сканер, который обладает достаточно интересным функционалом. В завершении хотелось бы поговорить с вами о том, что же все-таки представила наша компания на нашем стенде на выставке Formnex 2021. Из интересного мы представили две новинки — это материалы, фотополимеры для промышленных SLA-принтеров, работающих с длиной волны 355 нанометров. В частности, это HardSlabs ABS Clear 355 и HardSlabs ABS White 355. Пару слов об этих материалах. HardSlabs ABS White 355 — это материалы со свойствами литьевого ABS-пластика, предназначенные для печати на промышленных SLA-принтеров. Он максимально приближен по физико-механическим свойствам к литьевым материалам, при этом он белого цвета и позволяет печатать функциональные изделия и прототипы. Помимо этого, данный материал совместим с силиконами на платиновом катализаторе, что позволяет его использовать для печати мастер-моделей для дальнейшего литья в силикон на платине. HardSlabs ABS Clear 355 нанометров — это материал также со свойствами литьевого ABS-пластика, но при этом с эстетическими свойствами поликарбоната либо фрезерованного ПМА. То есть фактически это прозрачный материал, который также может использоваться для быстрого прототипирования и печати различных прозрачных изделий, в том числе и функциональных. Мы считаем, что данная выставка прошла более чем успешно. Мы нашли многих новых партнеров, новых клиентов, пообщались с нашими старыми друзьями, нашли общий язык, поделились своими новинками, разработками и узнали новые тенденции из мира 3D-печати. Мы обязательно будем участвовать в выставке в следующем году и обязательно снимем для вас обзор по тенденциям и новинкам в мире аддитивных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова